Футболисты подмосковных Химок, взявшие неудачный старт в новом сезоне, не могут порадовать болельщиков положительным результатом. После матча четвертого тура первенства России по футболу среди клубов Национальной лиги, клуб покинул Александр Тарханов, который буквально вытащил Химчан из зоны вылета в минувшем затяжном сезоне. К тому моменту в активе красно-черных было всего одно очко. На смену именитому футбольному специалисту пришел не менее известный в прошлом игрок и хорошо зарекомендовавший себя тренер Амари Тетрадзе. Артем Макаров продолжит. К домашнему поединку против Калининградской Балтики химчане подошли с двумя очками в активе и на последней строчке в турнирной таблице. При таком раскладе под опечным Амари Тетрадзе ничего не остается, кроме как идти ва-банк. В матче против гостей из самого западного региона нашей страны красно-черные играли в быстрый и открытый футбол. Несмотря на плохие погодные условия, подмосковные футболисты хорошо контролировали мяч и даже имели преимущество на поле, организовывая опасные атаки. Однако, не забив на 41-й минуте встречи, хозяева прозевали фланговую атаку и прострельная передача в штрафную стала голевой. Мяч в ворота Ильи Гаврилова переправил вышедший на замену Максим Волков. Пропустив гол, химчане ринулись отыгрываться и усилия оказались не напрасными. Уже в компенсированное время Владислав Хатоженков замкнул навесную передачу с правого фланга, сравняв счет в матче. Забив гол в раздевалку, местная команда продемонстрировала всю серьезность своих намерений. После перерыва в составе хозяев произошла рокировка. Вместо Евгения Кобзаря на поле вышел воспитанник спартаковской школы Александр Козлов. Проведя больше половины второго тайма в борьбе, команды так и не сумели изменить счет. А под занавес поединка Константин Зимулько после подачи углового первым оказался на мяче. Гаврилов попытался парировать удар, пришедшийся в нижний угол, но на скользком поле мяч предательски подпрыгнул и перескочил руку стража ворот. Счет изменился в пользу гостей на первой минуте компенсированного времени. Оставшихся двух с половиной минут химчанам не хватило даже для организации полноценной атаки. Очередное поражение химок. Артем Макаров, Алексей Елисейкин, Дмитрий Алексеев. Служба новостей.